Итак, мы продолжаем. Итак, мы в прошлой передаче с вами определились, что первое, что мы должны с вами делать в этих ситуациях, и я думаю, что это надо начинать делать уже с 35-36 лет, хотя лучше, конечно, с 30. Но если уж мы с вами оказались в большем возрасте, и нам с вами надо заниматься, можно никогда не поздно, ни в каком возрасте, и в 60, и в 70 лет, и в 50 лет можно этим заниматься. Значит, вспомните, мы с вами о чем договорились. Вода, которая необходима сейчас начинать восстанавливать нормальный режим гидротации, то есть 2-2,5 литра воды в день чистой, будьте добры, это первое. Второе. Об этом мы говорили с вами в прошлой передаче, я вам напоминаю. Знаете, есть БАДы, использовать надо. Только помнить при этом, что БАДы – это не лекарство, а это обеспечение организма жизненно важными элементами, которое повысит его сопротивляемость и его базу, на которой, как вам сказать, создаются условия, при которых всякие там бактерии, микробы и всё, теряет свою вот эту вот опасную активность. Вот что самое главное, понимаете? Значит, я напомню вам, что сама природа давно уже придумала все эти механизмы, давно придумала, понимаете? И ничего, так сказать, лучшее ещё никто из нас не придумал. Мы действуем как раз, люди, действуют как раз наоборот тем законам, которые предлагает природа. Понимаете, возьмём любую травку, любую траву, которая у нас есть, любая, чертополох, который растёт на мусорной свалке. Дело всё в том, что чертополох, кстати сказать, невероятно сильное растение по одной простой причине. У неё невероятно богатый состав по микро-макроэлементам, по биологически активным веществам, по солям, по минералам, по витаминам, по антиоксидантам, по всему. Почему это так? Потому что, скажем, в зверобое и есть действующее начало, и есть. Зверобой действует в системе кровотворения, действует всё так, всё оно есть. Но плюс к этому там ещё богатейшее окружение, которое регулирует усвоение биологически активных добавок. Понимаете? Есть два, как бы, в природе примера очень хороших, да? В засуху все животные, все. И в этот момент даже, так сказать, извините, волки не трогают зайцев, идут на водопои с тем, чтобы напиться воды. Вот почему вообще речь идёт об этом. И смотрите, есть ещё одно приложение сил, вот таких стремлений, что ли, в природе сохранить устойчивость жизненную. Это солончаки, куда собираются все животные, независимо от того, кто они, плотоядные или травоядные, все собираются на солончаки, с тем, чтобы восстановить, восполнить минеральный запас, который есть в организме человека. Вот почему мы с вами договорились. Вода, да? Плюс ещё одна вещь. Соль, рапа. Сразу её надо вводить себе в режим. Ничего сложного в этом нет. Берёте стакан воды, намешиваете как можно больше неочищенной соли каменной, и одну чайную ложечку этого раствора в день, с 150 грамм воды приблизительно, чайную ложечку на 150 грамм воды, и вы каждый день, один раз в день, вы принимаете этот раствор. Третье, об этом мы с вами тоже договорились уже в прошлой передаче, вы каждый день, вы переходите в режим относительного голода. Теперь есть одно, относительного голода, и в течение 35 дней мы с вами определили этот срок, вот такой средний срок. Кому-то, конечно, возможно, 42 дня, кому-то 30 дней, но вот относительный голод нам с вами крайне важен, крайне необходим. Потому что нельзя очистить организм и восстановить его дееспособность, если мы оставили все кучи мусора тут, внутри нас. Понимаете? Нельзя восстановить, нельзя избавиться от болезней. Если наша почва, наше тело, наше здоровье, наш организм унавожен так, что ничего, кроме сорняков, на нем расти не может. Понимаете? Именно поэтому мы с вами облегчаем и даем ситуацию для организма, даем ему возможность восстановиться и в этом режиме тоже. Вот три, три коня, о которых мы должны помнить. Три коня, о которых мы должны помнить. Смотрите, что происходит. Все очень просто. Вот эта наша мешанина из костей, мяса, крови, лимфы, воды, биологически активных соединений, гормонов, ферментов, все, что у нас есть, понимаете, с течением времени становится все гуще и гуще и гуще. Наши системы, будь это желудочно-кишечный тракт, сосудистая система, сердечно-сосудистая, легочная, дыхательная, не важно. Все они устают за те десятки лет, которые мы живем, устают и теряют свою, так сказать, напряженность и точность работы. Мы потихонечку накапливаем вот эти вот проблемы, продукты метаболизма своего собственного, своей собственной жизни. Мы еще с вами прихватываем из воды, из пищи, из воздуха и тоже копим внутри себя. И в результате мы с вами к 39-40 годам представляем собой стоячее болото, в котором наши жидкости, которые должны быть все время в движении, кровь должна двигаться, и артериальная, и венозная. Почему так много тромбоплебитов сегодня? Понимаете, потому что возникает огромное количество застойных участков внутри нашего организма, где замечательно себя начинают чувствовать всякие микробы и бактерии, замечательно совершенно, и делают свою отвратительную работу, потравливая нас еще ко всему прочему, и создавая запасы токсические внутри нашего организма. То есть к 40 годам мы с вами стоячее болото. Вот это стоячее болото нам надо с вами вычистить. С тем, чтобы потом не жаловаться о том, что врачи плохие, целители отвратительные, что кругом сплошные шарлатаны, которые никак человеку не помогают жить. Хотя первый шарлатан по отношению к себе самому, это сам человек, который не берет себе в голову даже подумать о том, что вообще с ним происходит. Вот что, вот это вот стоячее болото нам надо с вами разобрать. Вот для этого мы даем дополнительно обязательно воду, снижаем уровень токсинов, которые в себя загоняем с пищи, снижаем этот уровень, да, и ко всему прочему даем возможность, используя биологически активные добавки, даем возможность восстановиться в первую очередь нашей системе кроветворения. И вслед за ней, и люди, которые с нами вместе проходили эту программу, хотя бы вот по этим дискам, которые есть, вот которые, последний диск, связанный с состоянием позвоночника, у меня сейчас здесь, так сказать, на столе, лежит, люди, которые начали эту программу и делают ее, замечают стопроцентно, да, через какое-то время сексуальная, репродуктивная активность человека возрастает, независимо ни от какой виагры, ни от каких стимуляторов, которые зачастую ее убивают. Вот чем дело. Вот наша проблема. Значит, смотрите, вода, да, относительный голод и третий, рапа. Вот, понимаете, вот три хотя бы таких элемента, если вы начнете использовать, вы через месяц-полтора вы начинаете себя чувствовать лучше. И начинают уходить куда-то какие-то проблемы, с которыми до сих пор не удавалось справиться, да. Те же язвы по желудочно-кишечному тракту. Гипертония становится менее активной и менее злокачественной. Вот в чем дело. Вот с этого мы начинаем. Теперь смотрите, что дальше. Понимаете, есть такое направление, которое разработано тремя совершенно потрясающими нашими учеными. Медиками. Любовь Горкави, Елена Квакина и Татьяна Кузьменко. Вот они опубликовали этот огромный труд почти в 600 страниц. Такая книжечка есть. Активационная терапия. Понимаете, в чем смысл ее? Оказывается, чаще всего вот так вот жестко реагирует наш организм на стрессовую ситуацию, которая возникает внутри нас. Да, есть даже целое направление в медицине, которое называется борьба со стрессами. Защитимся от стресса. Вот довольно такой популярный нынче лозунг. Но защититься от стресса мы с вами не сможем. Мы сможем с вами бороться с ними. А вот защититься от стрессов мы не можем. Потому что они возникают ежечасно, ежесекундно, то есть каждый день это обязательно. Мы не то съели, мы сегодня поругались, мы встали не с той ноги, мы себя плохо чувствуем сегодня, погода изменилась. Это все стрессы для нас. Активационная терапия говорит, что вообще в реакциях внутри человека существует несколько типов реакций. Реакция стрессовая. Дальше, реакция тренировки организма по борьбе со стресс-реакциями. Дальше, реакция активации, когда наш организм сам себе помогает сложить защитную такую своеобразную систему против стресса. И четвертая реакция повышенной активации. Тогда, когда организм не только помогает себе отстроить эту самую защиту, но еще и построить ее таким образом, чтобы не допускать развития стресс-реакции внутри нашего организма. Вот оно и все. Понимаете? Мы с вами об этой методике, об активационной терапии, в дальнейшем будем говорить достаточно подробно. Понимаете, я с ней познакомился много лет назад, лет 17-18 назад, наверное, как раз вот познакомившись с Гаркави, Квакиной и Кузьменко. Тогда получил вот все эти основы. Тогда мы все, так сказать, все это выяснялось. И самое интересное, что частично вот эта методика активационной терапии прорабатывалась на стационарных программах, помоги себе сам тогда, на стационарных программах, которые мы проводили на базе санаториев, профилакториев. Но это было еще почти в советское время. Тогда государство беспокоилось о том, чтобы люди, которые живут в этом государстве, были устойчивы. Понимаете, с тем, чтобы у них было достаточно крепкое здоровье. Поэтому вот каждое такое направление, оно ему помогалось. Сейчас нет. К сожалению, великому так. Сегодня все перекладывается на плечи фармхимии. Итак, смотрите, в чем смысл активационной терапии тогда, когда мы начинаем с вами проводить вот эту самую, с точки зрения активационной терапии. Вот смотрите, вода у нас с вами, мы принимаем, так сказать, 2,5-3 литра до 3,5-4 литра в день. В зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы, мы должны с вами все это учитывать обязательно. Второе. Относительный голод, которому не мешает никакое состояние организма человека. Никакое. Потому что это состояние благотворное и при проблемах печени, это состояние благотворное и при онкологических проблемах, это состояние, то есть я имею в виду относительный голод, помогает человеку и при воспалительных тяжелых, таких генерализованных что ли процессах, особенно совместно с усилиями врача, лекарствами, с лекарственной терапией. Когда действие лекарства усиливается, а действия побочные, они как раз резко снижаются. Вот вам, пожалуйста, относительный голод. Третье, да, рапа. Рапа для чего нужна? Вы же слышите, каждый день сегодня об этом говорят, о том, что очень важно не только витамины принимать, вот те самые химические, но еще ко всему прочему очень важно, чтобы эти витамины сопровождались минералами. С тем, чтобы у нас вот этот спектр был. Теперь давайте по времени говорить. Я предлагаю вам вот этот вот период относительного голода, да, вместе с водой, вместе с тем, что мы с вами принимаем рапу, и вместе с тем, что мы в это время используем с вами еще и обязательно сорбенты, как вы помните, да, мы с вами как ведь в течение этого периода относительного голода раз в неделю проводим очищение сульфатом магния, добавляя к нему неделю сорбентов. Неделю отдыхаем после этого и снова неделю сорбентов вот так. То есть, по сути, мы с вами формируем такую ленивую очистительную программу. Длительно. Потом отдыхаем три недели, и после этого переходим на укороченный цикл. Вот это-то как раз и есть тот маленький секрет, о котором мы с вами всегда должны помнить. Никогда нельзя с первого такого вот проведения сразу достигнуть стопроцентного результата. Не удается. Надо дать организму адаптироваться к новой ситуации и снова провести. Но это уже цикл будет короче. И провести третий раз, и этот цикл снова будет короче. Вот тогда мы с вами реализуем схему доктора Рекки Вега. Сто лет назад она появилась. И до сих пор не потеряла своей актуальности. По-настоящему мы с вами продолжим этот разговор уже через неделю. Будете все записывать. Заведите для этого цикла отдельную тетрадочку. И туда будете все заносить. А сейчас звонок. Алло. О, Леонид Ефимович, здравствуйте. Здрасте. Ой, знаете, хочу вам, прежде всего, выразить благодарность. Спасибо. Вашему каналу, вам. Ну, я вот хочу маленькую перисторию быстро сказать. Да. Я начал с собой бороться со своим лишним весом, там, проблемами. Я весил раньше 105 килограммов. Да. По системе Поль Брега. Так, да. И дошел до ситуации, когда вот 20 дней голодания выдерживал, воду, ну, придерживался. Сейчас у меня вес за 7 лет. Сейчас у меня вес 65-60. Это регулируемый вес. Он у меня может до 60 опуститься, до 65 подняться. Ситуация в чем? Я не могу отрегулировать, в голове у себя сформулировать, сколько пить воды максимум можно. Максимум хорошей воды. Я пью только хорошую воду. Мне повезло с местным жительством, у нас волшебная вода. Волшебная. Я не кипячу ничего. Я вообще против уже трав, всяких чаев. Знаете, организм сам со мной разговаривал. А вы знаете, да вы правы, господи боже мой, да вы правы, ну, да. Вот, и ситуация-то какая. Я, так как нахожусь там, на работе, у нас там медицинские осмотры проводятся, все. Мне врачи иногда ставят такие диагнозы, я просто поражаюсь. Просто поражаюсь. Откуда-то что берется и прочее, прочее. Ну, и неорганизм сам говорит. Вы знаете, мне, во-первых, никто не говорит мои года. Те, кто меня не видел, не знают, они никогда не дадут годов. Те, которые меня не видели давно, я помню, 105 килограммов, они просто поражены и говорят, да как, что, какие диеты, все. Я говорю, это не диета, это просто не напреди своему организму, договорись с ним. Договорись. Правильная жизнь. Не мешай ему, не мешай. Правильная жизнь. Как вас зовут-то? Меня, ой, извините, меня зовут Олег. Меня зовут Олег. Олег. Олег, сколько вам лет-то? Сейчас 37 полных. О, как хорошо, да молодец. Молодец, так. Я молодец к тому, что вы вовремя все поняли, да. Так смысл-то в чем? Организм сам все скажет. Олег, все правильно. Вопрос в чем, Олег? Сколько воды не навредит. Или как вот? Мне кажется, что я много... Вот честно вам говорю, когда я боролся с одним своим недугом, который мне надо было вывести, я за сутки выпил, но я, правда, с водой общаюсь. Вы не понимаете меня? Я понимаю, я понимаю, о чем идет речь. Понимаете? Я думаю, что большинство из наших людей тоже понимают. Вспомнив хотя бы работу японца МРМО. То помните, да? Ну, я врать не буду, не помню. Ну, есть такая работа, посмотрите, она для вам будет очень полезна. Олег, значит, пожалуйста, 22 литра у меня немножко все внутри вздрогнуло, когда я услышал эту цифру. И вышло, и вышло у меня все. Я понимаю, что все вышло. Никуда не... Понимаете, вот, Олег, я когда-то, даже еще в начале вот этого цикла нашего с вами, да, я говорил о том, что не надо бояться пить воду даже тогда, когда существуют отеки. Потому что через день-два эти отеки исчезают, потому что нормальный режим гидротации. Но 22 литра чересчур. Значит, предел, к которому можно стремиться, но долго на этом пределе находиться нельзя, это 2-3 дня, не больше, 8 литров в день. Причем я говорю вот эти вот 8 литров не потому, что мне так вот привиделось, да, потому что мне вот мой организм или вода нашептала. Нет. Дело все в том, что, так сказать, проводилось несколько экспериментов, таких очень серьезных, по гидротации организма. Так вот это предельное количество было, определялось во время этих экспериментов. Видите, они проводились на базе Института физкультуры, нынешней Академии физкультуры и так далее. Значит, 8 литров не более. На мастерах высших достижений в спорте, в мастерах мирового класса спортсменов, 8 литров не более. Понимаете, и это очень существенно, потому что если вы будете принимать 10-12 литров, не дай бог 22, вы, к сожалению великому, можете сотворить очень неприятную вещь, связанную с резким нарушением минерального обмена, а там проблемы опорно-двигательного аппарата, и что самое страшное, могут возникнуть проблемы на уровне соединительной ткани. Вот ретикулы эндотелиальной ткани, так называемой, понимаете, а это наша основа. Это наша основа. Ничто для нас так не важно внутри нас, как соединительная ткань. Вот об этом не забывайте. Понятно, Олег? Так, понятно. Еще что? Ну, все, знаете, это дополнительное... Я сейчас услышал от вас дополнительное успокоение для себя. Конечно. Анатолий Ефимович, я... Ну, нет слов благодарности, которые... Единственный, Олег, единственное, о чем я хотел бы вас попросить, и чтобы вы об этом помнили. Поль Брек замечательный человек. Замечательный человек. Но то, что делал Поль Брек, к сожалению, для нас с вами недостижимо. Не потому, что он такой невожитель сверхчеловек, а мы с вами обычные людишки. Нет, не в этом дело. Понимаете, не у нас с вами нет возможности уехать в августе на острова Таити, для того, чтобы пользоваться фруктами Таити. Да, так сказать. А потом нам уехать, там, скажем, в Швецию, с тем, чтобы пользоваться в какой-то период продуктами шведскими, там, или антарктической водой. Понимаете? Вот что. Никогда об этом не надо забывать. Мы с вами нормальные люди, живущие, к сожалению, в стандартно организованных, так называемо, цивилизованных условиях. Мы к ним должны относиться спокойно, критично, и относиться к себе уважительно. Помня о том, что, так сказать, наш организм умеет делать много больше, чем мы с вами. Это первое. Второе. Поль Брек ставил своей задачей, тогда, когда создавал свою теорию, ставил себе задачи невосстановления организма. Он так и писал об этом. Он занимался лечением. А вот лечить нам с вами себя не надо. Вот это самое глупое дело, какое только можно себе представить. Лечить себя нельзя. Мы не знаем с вами, что нашему организму надо, что ему не надо, в чем правильность вашего подхода. Вы, как это говорится, вы себя не лечите, вы создаете условия для собственного организма, для его жизни. А он сам решает, что ему надо, что ему не надо. Что надо сегодня, что надо завтра. Да, так сказать, вот иногда у некоторых людей появляется тяга в обязательном порядке, там съесть какой-то совершенно непонятный, как у женщин беременных, да, так сказать, вот начинают есть мел килограммами. Ну надо, кальция не хватает. Вот так у вас живет по этому принципу начал жить организм. Единственное, о чем я вас хочу предупредить. Олег, пожалуйста, очень прошу, не доводите себя в этой ситуации до фанатизма. Живите, помните, что наше здоровье нам нужно для того, чтобы наша жизнь была интересной, красивой, напористой, и с тем, чтобы она шла на формирование наших личностей, не только вашей, Олег, но и ваших детей. Они должны рождаться здоровыми, умными. У нас с вами есть цель, от которой не надо отказываться. Друзья мои, до следующей встречи. Ровно через неделю мы с вами продолжим. Желаю вам здоровья. Не забывайте о дисках 727 12 90. Это я к тому, что вдруг закончатся наши с вами встречи.